И еще одна новость дня, связанная с Украиной. Делегация Киева во главе с Леонидом Кучмой на встречу контактной группы в Минске не стала подписывать подготовленные советниками лидеров нормандского формата документ по формуле Штайнмайера и тем самым поставила под угрозу проведение нормандского саммита, сообщил полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов. Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, голос Суркова Алексей Чесноков, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова дружно обвиняют украинскую делегацию в срыве переговоров по урегулированию на оккупированных России территориях. То есть в отказе выполнить условия Путина, с которыми украинские чиновники во время предыдущих раундов консультаций уже вроде бы согласились. Начинаем со срочных новостей. Украинская сторона срывает саммит нормандской четверки и отдаляет прямые переговоры Путина и Зеленского. Речь идет о письменном признании так называемой формулы Штайнмайера, которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе и к выполнению сторонами Минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз при Владимире Зеленском обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко. Если очень коротко, Киев согласен с тем, и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но требует, чтобы это были настоящие выборы по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов и без российских войск и их наемников. Проще говоря, чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора. Представители Киева отказались подписывать формулу Штанмайера, то есть отказались согласовывать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Напомню, что это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран Нормандской четверки и предложен контактной группе для подписания. Такими действиями Киев поставил под угрозу саммит Нормандской четверки. Но Москва, что такое свободные выборы, просто не понимает. Или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы. Такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного, чтобы она признала такие выборы. И еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чесноков, Неконорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский не оправдал. Украина вошла в политическую стадию под общим названием «гоньба». Но это привычное состояние. Гоньба – это позор, Грек. Вопрос. Гоньба была зрада, чипырымога. Националисты бунтуют против капитуляции и формулы Штанмайера. Они спокойно относятся к тому, что добровольческие батальоны ходят с нацистскими символами. Они ничего об этом не говорят Зеленскому. Хотя никакого движения к миру пока не видно. Бюджет страны выглядит насмешкой над пенсионерами и врачами. Зато в нем заложены расходы на антироссийскую пропаганду. Но это привычно. Куда же без этих расходов. Борьба заодно. У них уже теперь нормандский формат. Это уже обозначено – это зрада. Вот, значит, минский формат – это тоже зрада. И вообще надо спасать страну от капитуляции. Потому что все, что делается – это, конечно, капитуляция. Брыхаты, як дурному с горы катытыся. Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить формулу Штайнмайера на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнение в Украине. Даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает, когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах круглого стола. Я сумел уже по телефону поздравить Виктора Федоровича Януковича с победой, с заслуженной победой. И я хотел бы призвать граждан Украины отнестись к результатам, которые посчитаны Центр-Избиркомом Украины, как к свершившемуся факту. Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто нагнуть, а недовольных в Киеве и других украинских городах просто разогнать. И если это не получится, значит плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит. И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик. И делает любого украинского президента, за исключением разве что беглеца Януковича, врагом России. Потому что кроме формулы Штайнмайера, есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли. Четко определение этой формулы пока никому неизвестно, может быть, кроме того самого Штайнмайеру. Но вообще Штайнмайер из тех политиков, позиции которого по событиям в Крыму. Иногда у меня возникала мысль, когда он был тогда министром иностранных дел, я думал, может быть, он после отставки опять пойдет со своим предшественником Шрёдером работать в Газпром. Здесь что, в чем здесь опасность? Речь идет о том, чтобы провести во что бы то ни стало какие-то выборы. А выборы, они там не могут быть объективными, не могут быть честными, пока не будут обезоружены или обезврежены те боевики, которые в течение пяти лет терроризируют районы Луганска и Донецкой области. И по всему периметру, по границе не будет установлен контроль убранского государства. Это более 400 километров. Ведь когда будут проводиться выборы, у людей будет такой психологический эффект. Ну вот эти выборы пройдут, а эти же останутся, а потом они с нами будут расправляться. Поэтому выборы в тех условиях, которые сейчас предлагаются, они полностью будут устраивать только Путина. Реализация формулы Штайнмайера возможно только при условии выполнения следующих пунктов. Полное прекращение огня. Обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины. Вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники. Разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины. Украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей. Установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы. И выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями. Мы не знаем тот текст, который представители Украины могли бы подписать. Это снова слово российской стороны. Они не подписали, но пан Престайка пытался нам объяснить, что там что-то еще не объяснено. Вот это общество хотелось бы, кажется, это видеть. Но насколько это доценно на этом этапе, я не думаю, что про это говорят дипломаты. Собственно, Россия и требовала закрепить в письменной форме эту формулу. То есть у них тоже нет этого текста. Они тоже стремятся интерпретировать в свою сторону. Конечно же. Поэтому то, что Украина сейчас отказалась подписать вот эту формулу на российских условиях, это очень важно. Мне кажется, что Киев впереди планеты всей может издать целое руководство по тому, как делать противоположные выводы из имиджа подписанного документа. Как нам оценивать слова Престайки? Глава украинского МИДа сегодня заявил, что 2 сентября на предыдущей встрече аналогичной согласовали формулу Штайнмайера, мы готовы ее подписать. Спустя 2 часа становится известно, что грош цена вашей готовности, вы ничего не подписали. Всем сразу грош цена. Пока нет декларации никаких. Секундочку, она будет готовы подписать. Но это не значит в Минске подписать. Может мы готовы подписать в Париже. Понимаете, это разные вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!